МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров, 24, в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Правительство России продлило льготную семейную ипотеку. Юный изобретатель, ученик школы Вектор Плюс Плюс, придумал своего голосового помощника. Для любителей футбола Центр внешкольной работы провел турнир среди дворовых команд. Далее расскажем по всему подробно. Правительство России продлило льготную семейную ипотеку. Она будет распространена на семьи с одним ребенком. Об этом 17 августа сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца. Программа решает важные задачи. С ее помощью молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. На эти цели правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредита до 1 триллиона 700 миллионов рублей. Проление срока и финансирование ипотеки позволит помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые им необходимы. От строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей. По состоянию на 30 июля за первые 6 месяцев этого года ипотечными программами с государственным участием воспользовались 292 тысячи российских семей. Общая сумма кредитов составила 959 миллиардов рублей. За последние несколько лет сервис Блаблакар стал популярным среди любителей путешествий. С его помощью на поездках могут сэкономить как водитель, так и пассажиры. Но вместе с обычными пользователями на платформу пришли и мошенники о самых популярных схемах обмана. Расскажем далее. Сообщество попутчиков Блаблакар пришло в Россию в 2014 году и за 7 лет в нем зарегистрировалось более 25 миллионов человек. Сервис удобен как для водителей, так и для пассажиров. Первый с его помощью компенсирует расходы на бензин, вторый путешествует по доступной цене. Но, к сожалению, удобным сервисом для междугородных поездок пользуются не только добросовестные граждане. Мошенники размещают на Блаблакар объявления о поездке, ничем не отличающиеся от настоящих. Когда речь заходит об оплате поездки, жертве предлагают купить билет по ссылке якобы на Блаблакар. На самом деле никаких билетов Блаблакар не продает. Сервис позволяет водителю и пассажиру только найти друг друга. А вот оплата по условиям сервиса осуществляется уже по факту поездки. Один из случаев мошенничества произошел в Екатеринбурге. Девушка хотела уехать в Нижний Тагил и нашла подходящее объявление за 100 рублей. Водитель отправил по почте ссылку, которая внешне напоминала стандартную форму бронирования заказа. Ничего не подозревающая жертва ввела данные своей банковской карты и вскоре с ее счета списали 7 тысяч рублей. Такие случаи происходили и в нашем городе. Саровчанка забронировала поездку на официальном сайте и уже собиралась в дорогу. Сразу после предоплаты объявление исчезло. В итоге девушка никуда не поехала и лишилась 5 тысяч рублей. Потерпевшая перечислила предоплату за будущую поездку на расчетный счет, предоставленный злоумышленникам. После, естественно, поездка была отменена, а деньги не вернули. Полиция предупреждает, что мошенники часто используют поддельные ссылки на популярные сайты. Поэтому переписку рекомендуется ввести только через официальные интернет-площадки и приложения. Сектор по охране прав детей Департамент образования приглашает на консультацию саровчан, которые хотят принять семью ребенка. Специалисты объяснят все нюансы законодательства в отношении усыновления, опеки или приемной семьи. Подробности по телефону 95570. Другая важная информация в подборке коротких новостей. До 21 августа в Нижегородской области сохранится аномальная жара. Столбики термометров днем будут держаться на отметке 30-36 градусов Цельсия. В такую погоду следует избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую одежду с главным убором, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях, сократить продолжительность пребывания на открытом солнце. Необходимо также соблюдать правила пожарной безопасности и запрет на посещение лесов. Ситуация с пожаром на территории Мордовского заповедника стабильна. Площадь активного горения 2 гектара. Пожарные ликвидируют отдельные очаги, создают и расширяют минерализованные полосы, делают противопожарные преграды по периметру зоны тушения. Для ликвидации возгорания используют ранцевые огнетушители, автоцистерны и мотопомпы. Для мониторинга лесопожарной обстановки применяют наземные группировки и беспилотные летательные аппараты на всей территории заповедника. Главное управление МЧС России по Нижегородской области проводит конкурс коротких видеороликов. Запишите видео на тему летобезопасности, о безопасном поведении на воде, в лесу, в городе и так далее. Сделайте репост из группы ведомства ВКонтакте. Отправьте видео в сообщение группы. Длительность ролика не более одной минуты. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Ролики принимают до 27 августа. Пять лучших видео попадут в финал. Победители-пользователи определят путем онлайн-голосования. Россияне, которые сделали прививку от коронавируса, смогут выиграть 100 тысяч рублей. Правительство запускает программу поощрения граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Среди них будет разыграно тысяча призов по 100 тысяч рублей каждый. Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря. Информацию о выигрыше можно будет найти на официальном сайте лотереи bonuszazdorovie.rf и в личном кабинете на портале госуслуг. Выигранную сумму перечислят победителям на карту МИР. Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких, отметила, комментируя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова. За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 914 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 521 – Нижегородской области. В Сарове заболели еще 11 человек. Из тех, кто госпитализирован, один в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести. Ученик школы информатики «Вектор плюс плюс» создал голосового помощника. Он будет помогать пожилым пользователям, которым сложно, работая с техническими устройствами, изобретение получило имя Галя. Подробнее о изобретателе и его творении расскажем далее. В Сире, Алиса, Картана – эти голосовые помощники знакомы миллионам пользователей. Но среди этих сервисов не было такого, который удобен для пожилых пользователей. Это и стало одной из причин, по которой Иван Будаков разработал Галю. Бабушке подарили новый телефон, относительно новый, и возникли проблемы с обучением ее пользования этим телефоном. Я решил сделать такую программу. Сейчас она адаптирована под Android и под iOS. Галя работает по принципу других голосовых помощников. Человек озвучивает вопрос, а она отвечает. Ты можешь у нее спросить, как дела? Да, могу. Галя, привет, как дела? Спасибо, хорошо. Сейчас Галя находится на стадии совершенствования. Одна из уникальных функций – в отличие от аналогичных помощников, Галя может работать без интернета. По словам Ивана, пока что помощник работает только на компьютерах. Для смартфона эта программа не оптимизирована, и юноша старается найти решение этой проблемы. Также постепенно он разрабатывает для Галя новые функции. Недавно добавлена функция – открытие вкладок в браузере. То есть пожилой человек говорит, открой, допустим, что-то по тематике сады и огорода, и голосовой помощник синтезирует эту речь, переводит ее в текст и открывает вкладку в браузере с этим запросом. Кроме голосового помощника, Иван придумал еще несколько уникальных изобретений – «Галактический тетрис» и «Робот-паук». Также сейчас он вместе с товарищами работает над проектом беспилотного автомобиля «Вектор-мобиль». Иван признается, что больше всего ему нравится создавать проекты, которые в перспективе смогут улучшить жизнь людей и восстановить природу. Можно сделать роботов, которые озеленяют лес. То есть робот на гусеницах, допустим, много маленьких роботов на гусеницах выпускают в лес. Они едут и в каком-то месте, рассчитывая от деревьев расстояние, сажают дерево или какой-нибудь кустик. В будущем Иван планирует реализовать еще много общественно полезных проектов. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Какую улицу нашего города раньше называли Первомайской? Сильно ли она изменилась сейчас? Почему в 60-е годы хлеб в продуктовых магазинах было не найти? И по какому маршруту ходил автобус номер 8? Ответы на эти вопросы можно найти в новом выпуске программы «Пешком по Сарову». Коллекционировать он любил в основном новинки. У него у первого на объекте появилась коллекция грампластинок, которую он с гордостью демонстрировал всем окружающим. Первым он приобрел электробритву. Для бритвы, значит, мужчинам. Причем такой забавный момент. Принес он эту бритву прямо в цех. И для того, чтобы продемонстрировать ее достоинство, сбрел усы одному из начальников цехов. Эта забавная история приключилась с конструктором, в честь которого и была названа эта улица. Смотрите 19 августа в 19.45 на канале 16. И к спортивным новостям. 21 августа футбольный клуб «Саров» приглашает болельщиков на очередной домашний матч. К нам приедет команда из городца. Начало встречи в 14 часов. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Турнир по футболу среди дворовых команд прошел на стадионе школы номер 16. В нем приняли участие маленькие и взрослые спортсмены-любители нового района. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Очередной тур по футболу среди дворовых команд нового района прошел на стадионе школы номер 16. Игра привлекла не только молодых ребят, но и взрослых мужчин. Каждый хотел попробовать свои силы в футболе и побороться за первое место. Поэтому на поле юные спортсмены играли совсем по-взрослому. Играл я сначала за нападающего, потом за защитника. Хоть и команда противников была, хоть и меньше, но они показали себя на 100%. И играть с ними было достойно. Люди были хорошие, добрые, вызывчивые. Собрались мы с командой еще месяца полтора назад решили поиграть, узнали о том, что проходит у нас турнир дворовых игр по футболу. Такого раньше я никогда не видел, чтобы проводились такие в моей же школе подобные соревнования. Ну и собрались своими ребятами команды, решили пойти поиграть. Всего в турнире по футболу принимают участие пять команд. Сражаться за лидерство они начали еще в начале июля. Играют по круговой системе. В рамках одного тура каждая команда встречается с каждой. Предугадать победителя нереально. Сильнейших определят после подсчета очков. В следующий четверг в 17 часов на стадионе школы номер 16 Центр внешкольной работы проведет спортивный праздник, где будут подведены итоги летней программы. В том числе и турниры по футболу. Все победители получат призы и подарки. Мероприятие для лиц старше шести лет. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Ручки, карандаши, тетради, альбом для рисования, пеналы и рюкзаки. До школы осталось две недели, а значит пришло время закупать все необходимое для учебы. Магазин Schoolhouse предлагает покупателям качественную продукцию отечественных и зарубежных производителей. Больше не нужно ездить по всему городу в поисках канцелярии. Все необходимое собрано в одном месте. Вот уже 8 лет магазин Schoolhouse предлагает саровчанам канцелярские принадлежности отечественных и зарубежных производителей по доступным ценам. В преддверии 1 сентября нет необходимости объезжать магазин во всем городе. Достаточно прийти со списком в Schoolhouse. Ручки, карандаши, ластики, папки, тетради самых разных расцветок, в том числе и модных пастельных тонов, принадлежности для уроков технологии и многое другое. В этом магазине ребенка можно полностью собрать к школе. Есть очень хороший ассортимент новых ранцев, пеналов. Ценовая позиция тоже достаточно от минималки до кому как нравится. У нас в принципе с сравнением с прошлым годом ценовая политика практически не изменилась. Благодаря нашим поставщикам сохранили и цену, и качество товаров. Опытные продавцы-консультанты помогут с выбором товара, учтут все нюансы. Например, подскажут, что подросткам лучше всего подойдут пеналы, косметички или тубусы. А для малышей, которые зачастую еще не умеют организовать порядок в своих вещах, стоит брать большие пеналы. Лучше брать пенал с одним отделением, максимально с дополнительной вкладкой. Больше не нужно, чтобы у малыша не было потребности дергать разные молнии и копаться. Теряя время, отвлекая других детей, привлекая внимание учителя. Что касается ранцев, ранцев тоже в принципе стандарт идет два отделения, то есть чтобы это было под, например, папки и тетради, и отдельно под учебники. То есть не более как бы весом одного килограмма. В Скулхаус представлен большой ассортимент товаров для рисования. Качественные краски, бумаги, кисти, маркеры, пастель, скетчбуки. Все это можно приобрести по приятным ценам. В магазине действует бонусная программа. Скидка при покупке от 1000 рублей. Товары, которых нет в наличии сейчас, можно заказать. Мы предоставляем возможность, например, посмотреть у поставщиков, что есть. Если нужно, то, конечно, мы привозим все, что необходимо, то есть собирая и, возможно, даже доставку, если объем большой. В Скулхаус можно прийти всей семьей. Для малышей здесь представлен большой выбор развивающих пособий, игровых конструкторов, наборов для творчества. Взрослые могут подобрать себе папки для документов, фирменные ручки, портмоне и кошельки. Магазин Скулхаус. Торговый центр «Атом». Четвертый этаж. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.